И возвращаемся к ситуации в Мали, где боевики захватили отель Рэдисон. Известно, что к этой минуте удалось освободить 80 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Еще трое сбежали самостоятельно. На руках террористов остается 78 человек. Это и постояльцы, и сотрудники отеля. Кроме того, на одном из этажей боевики открыли огонь. К этой минуте известно о девяти погибших. Это и местные жители, и граждане Бельгии, и Франции. Уже несколько стран, как раз Франция, Турция, Китай и Индия, подтвердили, что их подданные находились в отеле во время атаки. Париж уже направил 50 сотрудников спецслужб в столицу Мали. Но сейчас в столице республики Мали идет второй штурм здания отеля Рэдисон. Силовикам удалось войти внутрь. Анна Редькина расскажет о том, как развиваются события к этой минуте. 190 комнат, просторные сьюты, быстрый интернет и, главное, все правительственные здания всего в нескольких метрах. На отсутствие гостей, от бизнесменов до поклонников африканского сафари, элитная гостиница Рэдисон Блю Хотел Бамако никогда не жаловалась. Сообщения о теракте поступили утром. 170 человек, гости и персонал захвачены террористами. В списке много иностранцев, французы, бельгийцы, американцы, китайцы и турки. По данным местной прессы, среди захваченных в отеле может находиться даже нигериец Алико Дагуте, самый богатый человек Африки. Что примечательно, выкупы боевики и не требуют, на переговоры не идут. Ближе к полудню появляется информация. Там, в гостинице Рэдисон, застрелили по меньшей мере 9 человек. При этом отпустили семерых. Среди них те, кто смог процитировать Коран. Скорее всего, это группировка исламистов, видимо, по духу Иска Илу, Бока-Харам, то, что сейчас называется в Западной Африке, западно-африканской провинцией, то, что происходит в Нигерии. И вот эти события, которые были в Кении, которые были совсем недавно в нигерийском городе Кана, все мы слышали про этот страшный теракт. И это, скорее всего, звенья одной цепи. И вот еще одна интересная деталь. Боевики, а их всего 10, подъехали к отелю на автомобилях с дипломатическими номерами. В саму гостиницу проникли без особых проблем. А значит, им мог кто-то помочь. В нестабильной политической ситуации это проще простого. Трававая гражданская война в государстве, начавшаяся в 2012 году, когда арабская весна развалила хрупкую систему безопасности континента, по факту так и не закончилась. Властям удалось договориться о мире с повстанцами Туарегами. Но угрозу радикального терроризма это не решило. Слафистские группировки всех мастей, от мощной аль-кайды в странах исламского Магриба до Бока-Харам, под контрольной запрещенной Россией ИГИЛ, отвоевывают все новые и новые территории. Бораться с терроризмом Мали помогает бывшая митрополия, Франция и объединенные африканские силы. Вот только этого пока недостаточно. Выделенные из Парижа миллионы евро разворовываются по пути. Ну а соседям, таким как Нигерия и Чад, самим нужна помощь. Это уже не первый раз, когда джихадистские элементы организуют террористические акты в столице Мали. Недавно атакован ресторан, где часто собираются европейцы и богатые люди. Еще раньше немножко на севере страны была такая же террористическая акция с захватом заложником гостиницы Севере. Мирные соглашения, подписанные в мае и июне всего года, вполне исполняются. Часть джихадистских экстремистских сепаратистских сил их высаботируют. Они продолжают различного рода террористические акции, которые, конечно, подпитываются прежде всего ячейками аль-гайдов. Какая именно из группировок ответственность за захват пока неизвестно. Африканские джихадисты, в отличие от европейских, признания публикуют, как правило, с опозданием. Тем временем местные силовики при поддержке французских военных начали шторм. Анна Рейскина, Вести.